Здравствуйте дорогие друзья, садоводы и огородники. Мы с вами находимся в поликарбонатной теплице, в которой у меня всю зиму просидели утки. То есть они перезимовали, чувствовали они себя прекрасно. Даже здесь не было дополнительного ни отопления, ничего. Просто хорошая глубокая подстилка и вопрос был решен. Есть видео, вы можете посмотреть, как утки здесь зимовали. И сейчас я в этой теплице занимаюсь пикировкой. Никогда я свои томаты и растения не пикирую дома, потому что лишняя грязь, земля, совершенно это ни к чему. Я жду, когда вот так устанавливается погода. Сегодня у нас, Оль, какое число? 9 апреля. 9 апреля, у нас довольно-таки солнышко, тепло. И если мы сейчас посмотрим с вами градусник, у нас в теплице плюс 26 градусов. Очень довольно-таки тепло, комфортно и можно заняться пикировкой томатов. Томаты мы с вами будем пикировать из улитки. Как я это делаю, я вам сейчас покажу. Во-первых, я беру вот такие неглубокие ящики. Ящики не надо брать очень глубокие, потому что вот такая глубина достаточно. На дно я стелю газету. Почему газету, а не пленку? Потому что свою рассаду я потом в дальнейшем, я не поливаю теплой водой, потому что рассады много. Я поливаю из шланга разбрызгивателем. Я потом вам тоже это обязательно покажу, как я это делаю. И если у нас будет с вами постелен здесь пакет, а стаканчики у нас с вами без дна, наши пеленочки, может произойти просто-напросто загнивание корней. Вы скажете, газета вредна, там цинк и все такое прочее. Но сейчас у нас с вами наука шагнула вперед, и в общем-то газета совершенно не та газета, что была раньше. Поэтому дело в том, что я не знаю, если вы, конечно, верите в интернете, я читала, что, в общем-то, можно пользоваться газетой. Ничего страшного. Так, что мы с вами будем делать? Вот я поступаю как? Вот сейчас я этот ящик просто приму, чтобы вы видели. Пикировать я буду у меня в данный... Так, пикировать я буду в данный момент, это у меня перегной. Я его даже не смешивала ни с землей, ничего. Вот, это чистый-чистый перегной. Если посмотреть, здесь, конечно, все равно есть, да, примесь, как бы, кажется, и песка, и земли. И, в общем-то, очень хорошо рассада потом себя чувствует. Вы скажете, у меня нет перегноя, но пикируйте в обычную землю или покупную землю. Конечно, пропарьте, потому что в этом году очень плохая земля продается у нас. И очень много и грибы, как говорится, да, растут и плесневеет она. Поэтому пролейте ее заранее кипятком с марганцем, подготовьте, а потом занимайтесь пикировкой. Давайте мы с вами посмотрим... Вот я развернула улитку, развернула томаты. Так, значит, в данный момент мы с вами будем пикировать томаты гамаюн. Это самый жаростойкий, высокорослый томат. Вот я его сажаю первый раз, значит. Так, супер. А, средний, ранний, извините. Средний, ранний. Я люблю высокорослые томаты. Ну что ж, давайте я вам покажу, как я все-таки делаю пикировку. В данный момент, если посмотреть, вы видите, у меня подложка, да, довольно-таки будем говорить. Тумазая, грязная. Это подложка с прошлого года, вот. И она вполне нам с вами подойдет для нашей пикировки томата. Что я использую? Я использую вот такие вот резиночки. Это резинки для плетения браслетов. Опять-таки, огромное спасибо подписчикам, которые, в общем-то, да, продолжают, как говорится, развиваться нашим улиткам и придумывают всякие новшества. И вот действительно, фиксировать стаканчики очень удобно. Если даже потом, когда мы будем сажать в открытый грунт, я вам покажу, они очень легко рвутся, эти резиночки. Поэтому с ними, как говорится, работать без проблем. Что мы делаем? Давайте я покажу, как же я все-таки пикирую. Я беру сначала вот так, одну горсть. Земля, если посмотреть, вы видите, она влажная. Если мы ее вот так вот, она, видите, даже лепится в комок. Вот настолько достаточно здесь влаги. Земля постояла в теплице, прогрелась вот в таком тазике. И она теплая. И для томатов это очень как бы хорошо и комфортно. Вот так я кладу досочку сюда, чтобы мне удобно было работать. Здесь у меня земля, здесь досочка, здесь вот подложка. Что мы делаем? Вы посмотрите. Если мы сейчас с вами посмотрим, вы посмотрите. Корневая система очень-очень у томата хорошая. Вы видите, какие корни. Мы берем его с вами, кладем вот так на поверхность земли. И снова берем горсть земли. И вот так, как бы слегка придавливая, мы засыпаем наш томат. Что мы делаем далее? Вот посмотрите. Мы должны вот этот край совместить с концом земли. То есть мы это делаем вот так. Вот, видите? И аккуратно-аккуратно делаем вот такой стаканчик. Тут придерживаю я рукой, чтобы немного, чтобы у нас это не высыпалось. Резинки, конечно, иногда бывает и рвутся, но это не беда, бывает и нет. Вот так одеваем нашу резинку. Наш томат мы вот так вот ставим в ящик. Ограничитель я вот так делаю из подложки, чтобы нам с вами не перепутать с другим сортом томата. Вот так вот я это делаю. Значит, вот так берем с вами подложку. Насыпаем землю. Берем... Там резиночка застряла. Резиночка это оборвана. Так, берем вот так томатик, кладем его аккуратно. Присыпаем сверху землей. И вот так, вы видите, земля очень послушная, потому что она влажная. Лишнюю землю вот так можно убрать. И мы с вами делаем вот такие стаканчики. Стаканчики очень удобные. Они без дна. Вот. И ставим в наш ящик наши томаты. Вот так я пикирую томаты. Так я пикирую баклажаны, перцы. В общем-то, вот такие вот культуры. Баклажан, перец и томат. Я делаю так пикировку. Но вот сейчас у меня предстоит тоже посадка огурцов. Я показывала огурцы. Мы с вами сажали, проращивали их в улитки. Но мы можем с вами и не проращивать в улитки. А вот именно сейчас, когда мы работаем в теплице. Вот посмотрите, как я это делаю. Я беру, насыпаю землю. То есть я подготавливаю стаканчики. Вот так закатываем. Снова надеваем резинку. И наш стаканчик с вами готов. В последующем сюда будет посажен огурец. Огурец с семечком. Потому что я сажаю, как всегда, я сажаю разными способами. Это опилки, это улитка. И просто непосредственно в стакан. Вот я вам хотела показать, как я распикировываю томаты. Вы скажете, ой, какие они маленькие. Вы знаете, абсолютно немаленькие. Вы потом увидите, как они прекрасно, прекрасно. Вот, ну, хорошая корневая система. Стебелечек, видите, вот довольно-таки темный. Если посмотреть, что отпадают семидольные листочки, я их вообще иногда при посадке убираю, чтобы они не мешали. Потому что нам томат надо вот заглубить по самые листочки. Поэтому семидольные листики нам в данный момент, они просто-напросто не нужны. Мы их убираем и томат сажаем именно вот так, чтобы пошли дополнительные корни и рассада была более крепкой. Можно вопрос? Можно, Оля. Просто вот в предыдущих видео, да, ты говорила, что не торопитесь пикировкой, не торопитесь. То есть, в принципе, несмотря на то, что они маленькие, это мы не торопимся, да? Нет. Как понять, что когда торопимся, а когда не торопимся? Ну, торопимся, мы торопимся. Многие просто пикируют. Прям буквально показались два семидольных листочка, да? И они начинают резко делать пикировку. То есть, они как бы боятся, перестраховываются и дают очень интенсивный рост растению. То есть, они ему дают свободу роста. И растение, как правило, перерастает. И мы с вами привозим целые деревья на дачу. Ну, конечно, можно посадить и лёжа, но ещё проблемы надо довести хорошо. Вот почему я и говорю, что вот сейчас именно вот такую рассаду, небольшую рассаду, вот, её вот нужно уже пикировать и вот непосредственно в теплице. В теплице, то есть, ей дать рост, закаливание, это адаптация к температурам. Здесь уже потом, когда она более-менее у нас с вами адаптируется, мы можем её подкормить дрожжами. Это я тоже вам покажу. То есть, все вот эти операции мы уже будем потом проводить с вами уже непосредственно в теплице. Но если, конечно, у кого нет возможности, да, и вы, как говорится, приезжаете на дачу и уезжаете, и, в общем-то, опасно, что вдруг будет заморозок, вы не спасёте свою рассаду, всё-таки её нужно обязательно и открывать днём, и закрывать, вы, конечно, можете её распикировать и сразу на балкон, потому что на балконе всё-таки она у вас будет постоянно под присмотром. Но это однозначно. Рассада должна пройти стадию закаливания, для того, чтобы она себя хорошо чувствовала в открытом грунте, в теплице. Не должна она быть теплолюбивой. То есть, это очень плохо, если мы с вами рассаду сразу с тёплого подоконника и высадим куда-то там в открытый грунт или в теплицу, и это, конечно, не очень хорошо. Поэтому, у кого есть балкон, смело пикируйте и всю вашу рассаду отправляйте на балкон. Конечно, если балкон у вас застеклён, и нет, как говорится, таких ветров, холодных ветров, потому что молодые пересаженные растения боятся и ветра. Ну что ж, на этом я, пожалуй, заканчиваю. С вами была Юлия Меняева на своём канале «Восадули в огороде». До новых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»